всем привет продолжаем прохождение трейдсмен deal to dealer набралось достаточное количество лайков чтобы сделать продолжение у нас здесь огромный белый волк какой-то квест нам может дать или просто хочет поговорить скоро мы с тобой увидимся храбрец белый ужас ой-ой-ой стой белый ужас бежал что у нас тут вот тут можно еще поговорить им варварам отец рид зеркер привет чемпион как твои дела ты видел видел этого волка перед поселением конечно она всегда приходит чтобы отомстить за волков поменьше помнишь ты сам подписался на это она всегда приходит почему я не знал этого заранее ты не спрашивал а у нас не принято разбрасываться мудростью кровь на снегу кровь на снегу так что мне делать надеяться готовится защищаться или атаковать спасибо за мудрость подловил тебя ты сам спросил что тебе делать черт ты прав спасибо тарантиновские диалоги короче что у нас тут вообще происходит квест выполнен можно отсюда скорее всего уходить про барона нужно будет узнать тут предельный максимум человек в беде требуется срочно помочь с постройкой в бездельске за ресурсами контроль толпы вышки тут прям серьезные ресурсы нужно быть осторожнее на дорогах белый ужас нас теперь будет поджидать где-то дам в бездельск тогда отправляемся что у нас здесь по товарам где мы вообще находимся вот здесь шкуры мясо пилы пилы можно в лесопильск отвести можно ну да в лесопильск мясо мясо бандитск старожевск вот в старожевск можно мясо завести шкуры у нас такие вот темные не вижу что где-то поблизости продавались тут партифинск возьму наверное немного ресурсов возьму мясо возьму пилы и наверное этого пока достаточно управляемся шахтерск вперед нас встречает курица с луком обалдеть с луком некоторые некоторые едят а которыми стреляют дорога не обещает быть легкой окей надо все-таки наших ребят немного покормить наверное пытаюсь собирать еду по возможности я думаю вот так вот мы справимся в бой и я надеюсь получится победить без особых проблем закапывается этот крот обалдеть не видел я такого еще противника ни разу что у нас тут ничего интересного здесь можно продать так немножко репутации получить зерно продать только хмурый шахтер тут возможность найма можно в обычногорске руду продать если я смогу целости довести бомжева вперед отправляемся в бомжева потом наверное в лесопильск заглянем здесь проблем нет противниками проходим наверно дальше еда зеленая или синяя не выпадает к сожалению надо будет кстати у меня же вроде прокачана готовка самая низкоуровневая будет попробовать что-нибудь приготовить как-нибудь то мы тут можем поторговать 1 курица и топор здесь снова можно мешок зерном продать и получить плюс к репутации немножко так тут струна теперь эта струна ай нет не эта струна вот это так держать ритм ага ага кто ты я сам борду петуханский ученик фафана стыдно не знать второй лучший бард в этом забытом городе понятненько второй лучший бард ничего себе куриные яйца и выпивка но одну выпивку можно взять куриные яйца кстати тоже можно в сторожевске продать если я до туда вообще доберусь живым с таким-то закупом даже не знаю я хотел в лесопильск заглянуть пилы продать придется наверное это сделать вперед вправляемся оу курицы стали попадаться раньше я их не встречал сейчас прям постоянно ладно интересно как часто они будут попадаться довольно таки сильные цыпы еще один лучник ты получник сейчас я вот этого накормлю штукой вправляемся в бой с полком разберемся в первую очередь борец очень сильный как всегда много ресурсов получили прям очень много что у нас здесь можно продать вот они пилы продаем хорошо что еще можно продать здесь особо таки ничего доски если я здесь закуплю можно пройти через сторожевску так вот и сюда в обычную горск зайти здесь правда я особо ничего не продам так управляюсь иду дальше очень через петушарова пойду пока сложность дорог позволяет путешествовать именно так идем дальше свитки что тут интересного можно будет купить ну вот есть допустим свиток level up для кого-нибудь из наших ну для кого наверное все таки редзеркера воина буду прокачивать читаем наложить кровотечение повышает урон наемника на 4 в начале боя наверное я почитаю ей вот этот свиток мне кажется он неплохой 4 урона довольно таки мощно по мне крестьяне тут на пути у нас мы не так много взяли с собой зерна чтобы эти крестьяне стали супер сильными по сути вот пончики могу делать и вот эти стейки зеленые синий пока не могу достаточно навыка чтоб квест выполнить торговать о кирку могу торгануть хорошо и два зерна отлично бонус у нас барыги получен куриные яйца кому они тут нужны вообще будут старожевские хавка пивкинске тоже нужны будут скорее всего ну что ж куплю тогда ладно куплю один пак не буду сильно много их брать хотя вроде бы позволяет сила сила нашей команды позволяет я думаю пятерочку мы можем преодолеть вполне отправляемся старожевск противники надеюсь не очень сильными почти нашего палача завалили каша и вот эта штука сейчас мы накормим наших ребят точнее одного накормим 1 2 и вот это дело мы забираем все идем дальше я думаю со второй битвой проблем быть не должно отправляемся потихонечку стражники ладно надо минусануть арбалетчиком в очередь постараться минус арбалетчик хорошо получаем еще товары стало много товаров выпадать подозрительно много продаем доски ага у нас тут роз спрос к сожалению я удовлетворить не смог топоры хлеб стрелы да не смог я удовлетворить спрос мед нужен ли мед кому-нибудь но в бездельске нужен мед окей можно купить мед таком случае насчет ящика с инструментами не нужно его брать все отправляемся тогда в обычногорск сейчас выгрузим эту мясо выгрузим там еще что-нибудь выгрузим все что можно будет продать выгодно продадим получаем немного урона хорошо даже можно попробовать без хила обойтись получаем свитки не очень конечно качественные но пойдет на продажу например это такие я не помню их коллектор деймос что-то вынюхиваешь грязный торгаш поговори с моим братом он подкинет тебе дельца сам ты грязный торгаш чего надо а ты не слышал твой брат послал меня к тебе назвать назвав грязным торгашом ну слушай ты же торгаш и грязный посмотри на свою обувь песок какая-то жижа ну да не хочешь подзаработать подзаработать это я всегда что надо сделать тут есть один человек такой же торгаш как и ты набрал в нашем честном банке кредитов отдавать не хочет нужно передать ему несколько приветов от нас как возьмешься а сами чего у него охрана сильнее того что можем противопоставить мы он многовато денег взял у банка и разумно ими распорядился противопоставить да или нет да 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 конечно же попробуем что мы можем поторговать мясом торгуем мясом торгуем выпивкой получаем свои жалкие там сколько 300 монеток 200 сразу же тратим на хлеб который мы продадим хавка пивкинске скорее всего ну да свиток я наверное не буду покупать слишком уж как-то дороговато выходит а разве не вот с этим бароном надо было поговорить я думал с этим пару бородом поговорить оказывается не с ним а вот руду можем продать шо хотя бы что-то уже радует есть немного инструментов но инструменты здесь никому не нужны ладно все тогда отправляемся дальше идем в хотя можно вот так пройти и здесь сторожевский один продать два топора и хлеб наверно будет хорошая идея хлеб у нас есть но хлеб у нас есть только один надо еще один купить покупаю наверное все таки возьму уровень надо прокачивать ребята потому что у нас могут на пути встретиться допустим этот белый ужас и вот этот торговец непонятный и кто взять денег ладно все отправляемся тогда 7 сила дороги идем рожевск 7 сила попробую вообще что они делают эти ребята перехват окей зверь 320 здоровья довольно таки урон не маленький он секунду сопротивление ошеломлению да будет непросто не просто ну ладно идем ввязываемся в битву посмотрим что из этого всего получится мощность дороги 7 будем скорее всего тратить много еды на прохождение этих дорог вот эти курицы отбивают довольно таки много ударов не совсем не совсем приятно два вот этих как игре 2 гренки и одна каша можем спокойно использовать две гренки одна каша не вижу лайка кашу поешь а ты наверное две гренки ну и ладно уж еще бафну нашу женщину о медведь медведь волк кабан здоровый еще и петух этот с мечом двуручным мститель по всем кто не зверь наносит увеличенный урон обалдеть бешеный какой пробуем что-то я слабо похилил кстати этого вот гробовщика у нас большие проблемы конь давай танкуй пожалуйста прошли битву это радует здесь у нас что можем продать топоры можем продать пачку хлеба мед можем купить но мед наверное смысла покупать нет мы уже купили мед можно конечно в идеале забежать в фартифинск может там еще квест взять брать ли мед тогда в таком случае возьму ладно как золото не особо копится я ожидал что будет побольше золота зарабатываться но как-то очень мало так уверенно это говорит что нам стоит дать вам проехать хорошо не будем тратить время не будем тратить здоровья прохождение этой нелегкой дороги стражники угол 4 мечника чего себе минус 1 минус 2 с 3 и минус 4 хорошо свитки берем надо будет их продать не забыть лошадь какая-то новая добавилась нет жаль здесь у нас что тобой что можем обсудить давай продаем тебе тогда хлеб можно ему куриные яйца продать рыбу продам однозначно до куриные яйца по моему я ему хотел продать да хотя и здесь можно продать и здесь можно продать а я вот так пойду тогда продаем здесь хорошо что у нас тут ничего интересного у меня выходной говорит 1 выходной так выходной я получил уровень надо наверное хавчик прокачивать изучаем синий хавчик изучаем вот этот вот фиолетовый тогда правый навык готовить взбитые яйца с медом чего себе целое право можно на готовку изучить уже по еде нормально можем готовить надо будет только золото под накопить отправляемся тогда фартифинск скорее всего отправляемся фартифинск погуляем так уверенно это говоришь хорошо попадается нам торговец восстанавливать 10 процентов здоровья на такое себе а продать вот эти свитки не вижу в них никакого смысла что эффект от еды сильнее на 25 процентов вообще прикольная штука и пока продавать не буду в теории прикольная штука если имеется много еды причем качественной еды такой как шалуха там максимальная да то она даст очень много статов дополнительных боевода янис раз-два а солдат повышаю тебя до старшего солдата раз-два не надо я все еще не хочу как дороге все доставили молодец старший солдат ушать дальше я знаю твой чуткий взор заметил как опасно на наших дорогах бандиты разбойники воры одним словом жульон до заметил отставить перебивать опаснейшие из них кабан данте джек так его раз и так и чужих грабит из своих опасен как черт розовенький такой что отставить розовенький солдат это самый неуловимый противник слушаюсь так стоп я не солдат отставить старший солдат будешь полностью гружен добром в телеге обязательно встретишь кабан данте джека и тогда берегись я предупреждаю сынок держись ближе к своим и будь осторожен но если встретишь надеюсь удача будет на твоей стороне понятно полностью груженая телега значит учту обалдеть полностью груженая телега не все слоты надо забить да но я точно не буду забивать все слоты вот этим вот так мне чтоб все слоты забить это короче очень долго надо будет стрелы можно вот такой круг сделать и сторожевск стрелы завести плюс стрелы ладно так уж и быть здесь можно продать доски и все бонус барыги я здесь получается не продолжу ладно отправляемся в мельникова потом бездельск вроде я первоначально планировал в бездельской тем почему бы и нет благодарю и добродушные бандиты попались вежливо уступили нам дорогу это что такое что это за чудовище летает стреляет из арбалета а мы сейчас лето да вот они и арбалеты интересно здесь у нас что ничего интересного одну досочку можем продать выгодно очень много зерна очень много муки но ее вести только я не знаю в петушарова что ли муку можно в обычногорск кстати отвезти можно один пак пить муки ну и надо будет отправляться в бездельск единственное сейчас я ночью не пойду точно не пойду в бездельск ночью надо будет отоспаться 27 монет потратим и ладно хотя бы 7 сила дороги фокусе бунера дрова сека в самом начале он самый слабенький из всех не получаем ни еду ни ресурсы плохо надо похилиться здесь у нас гренки тогда ешь две штуки ты поешь кашу одну тебе хватит чтоб не толкнуть не толстела была такой же стройный ой не того я зафокусил но эти не такие сильные оказались противники два зерна получаем за пчела крестьянин и борец пока не то вот не могу я пока собрать но вообще в целом я могу постараться приготовить так там уже эти блюда рыбку продам мед продам яйца можно продать так а бонус барыги у меня как вообще я сторожевский наверно тогда яйца продам тут уже бонус барыги накоплен хлеб хлеб мне не нужен здесь ничего квестового я не вижу сюда нужно кучу ресурсов привезти тонну ресурсов найдем сторожевск 2 уверенно отгоняем разбойников и здесь уверенно побеждаем что у нас тут такая выгодная торговля раз стрелы можно продать я вроде сюда планировал стрелы продать выпивка выпивка в обычногорске можно продать ну хотя бы две купим уже будет хорошо какой-то профит тут у нас стражники мечник и копейщик они мне не нужны я думаю идем в обычногорск в таком случае ну здесь мы в легкую побеждаем можно даже наверное не хилиться ой птицы сбивать могу ничего себе а вот эту не могу почему я на нее жму она не сбивается жаль здесь противники слабенькие что-то я не нашел перед на приветов караванному торговцу это нужно получается 11 раз его встретить что ли он же довольно таки редкий караванный торговец да непростые квесты пошли здесь продаем выпивку продаем муку можно купить свиток ага еще не появился новый свиток ладно здесь что ничего продавать не могу выгодно куда теперь отправиться что-то я немного запутался я думаю что можно попробовать повыполнять квесты с едой например курьеру тут не самый вежливый гриф в 6 лапинске попросил помочь с его заказом так как мы научились готовить и причем уже довольно таки неплохо научились готовить можно попробовать так а где тут рецепты посмотреть я не вижу здесь костра на котором можно готовить и посмотреть рецепты этого костра тут похоже и нет плохо не нужно знать какие ресурсы покупать скорее всего мука мне понадобится да нету здесь ничего ладно тогда купим здесь пилы пойдем в бомжево там наверняка есть костер в котором мы посмотрим ингредиенты которые нужны две пилы покупаем все идем в бомжево вперед я не посмотрел мощность дороги вроде мы здесь легко справляемся забираем всю еду но не съедаем копим копим еду максимально очень легко проходим да сила дороги очень маленькая оказалась вот эти вот пончики мне нужны 20 штук да мне нужна мука получается а здесь куриные яйца и выпивка ну попробую вот этот квест выполнить значит мне нужно найти еще 9 меда и 20 муки обалдеть 9 меда 20 муки ладно окей выгодно ничего не можем продать топор можно купить и продать его в лесопильске мука мука только вот здесь продается в мельниково 20 муки мне нужно будет по пути где-то купить еще и мед а ну тут и мед продается короче у меня путь в мельниково упор я куплю путь в мельниково с тобой можно поговорить ладно ничего новенького меда тут немного но возьму ладно пускай возьму пилы можно продать хорошо уже 1900 золотых вербовать не могу грузовой медведь надо будет конечно же попрокачивать зверологию можно кабана тут укоротить лучше с кулинарией разобраться до конца мне кажется а потом уже в зверологию идти ребята атакуем без проблем медведи о лошадь можно улучшить она у нас всего лишь второго уровня окей четыре медведя на пути обалдеть ничего себе они хоть и маленького левела но довольно таки сильные ничего себе ничего себе 500 здоровья у него офигеть жесткие ребята эти медведи конечно топор топор один продаем и все да могу много досок купить сколько у меня вообще 4 штуки 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 шесть я могу купить будет десять в старожевск продать в обычногорске сейчас нужны доски но это наверное ненадолго ладно иду в петушарова тогда мне нужна мука бонус барыги потерян да не страшно отправляемся дальше открываем ящик засада ну не страшно зарабатываем немножко золота о опять медведи капец ну вы ребята конечно даете начали постоянно попадаться на пути второго уровня медведи не такие мощные десятого например окей идем дальше привет путник и немножко улучшить куриные яйца ну надо будет покупать получается так как мы идем мельникова пойдем скорее всего через старожевск 2 бездельск 2 2 пачки яиц возьмем раз два все отправляемся тогда дальше идем старожевск противники слабенькие в общем доберусь я до мельникова вернусь к записи потому что здесь особо ничего не происходит по сути ладно здесь ничего в общем встретимся в мельниково пришел я в мельниково и купил муки теперь у нас есть и мука и мед для того чтобы попытаться сделать эти эту еду сейчас отправляюсь тогда в бандитский я тут не был надо будет посмотреть что там и найти костер чтобы приготовить нашу еду необходимую для квеста идем дальше особо никакого сопротивления я не встречал по пути проблем вообще не было вот это наверное торговец слушать дальше кое-чего интересно я подумаю нет мы с ним не можем торгануть и муку я ему продавать не буду забираем ресурсы с противников нужно найти костер о у нас тут задание какое-то бандит с топором барона схватили эй ты ты тут новенький может это твоих рук дело да что случилось то говорю же барона схватили в обычногорске когда он обчищал один домишко теперь жди беды а так вот откуда товары ой а ты прям не знал тупица где ты находишься вообще справедливо может разузнаешь в городе что там как реши вопрос как-нибудь а в честном бою против стражников мы не победим хорошо разузнаю что там как давай мне пора погоди вот возьми денег это может помочь спасибо это пригодится я слишком горд чтобы брать эти грязные деньги грязные деньги дают бери ладно спасибо пригодится 250 что тут может продать рыбку одну и одну выпивку вот он костер какая тут у них тренировочная зона мне нужны вот эти вот кончики все почему я больше не могу готовить а только четыре в одной обалдеть ну тогда придется вот эти штуки выбрасывать мне нужно пять пять слотов это готовим и наверное одну кашу я тоже выкину все это дело приготовить все хорошо у нас 20 20 этих пончиков куда их нужно отвезти я только не помню вот курьер шерсти лапинск а где это шерсти лапинск я уже и не помню шерсти лапинск о ё-моё аж вот здесь далеко далеко ладно идем в обычногорск тогда разузнаем что там вообще происходит надо будет добраться до шерсти лапинска и пончики скинуть потому что они уж очень много места занимают я-то их использовать не смогу сейчас опасные девчата но они довольно-таки слабенькие в плане здоровья быстренько лопаются что здесь можем продать сейчас посмотрим у кого я что могу разузнать здесь что-то пока не видно никаких вариантов появился свиток можно лошадку прокачать раз деньги появились можно их спокойненько использовать ребят что пока ничего здесь надо сейчас прокачаю лошадь и прокачаю нашего воина женщину поговорим со стражником уважаемый да что хотел я слышал у вас тут какой-то грабитель сидит недавно поймали его говорят да и что ты хотел ты что его подельник к другу пришел а что если и да да ничего пока ведешь себя законно какой твой интерес в нашем преступнике не сочтите за наглость может как-то можно можно верни товары которые пропали за последний месяц и мы его отпустим под честное слово что он больше не будет грабить хотя бы в нашем городе а всего-то ты еще не видел сколько надо вернуть за месяц вон там ящик посмотри список посмотрю я подремлю не возражаешь все порядки да понятно выкуп за барона фаркая да уж внушительный список главное ни яиц ни рыбы он не присваивал только лучшее вернем товары освободим барона ох жесть конечно ну и квестики пошли идем тогда шерсти лапинск мне не терпится выполнить этот квест шахтерск можно прикупить хлеба и кирки хлеб кирки и шерсти лапинск хлеб ок значит беру сколько тут есть одна кирка стоит ли ради нее ладно покупаю что делать мне каждая монетка сейчас дорога все-таки с такими-то ценами с такими-то квестами с такими-то требованиями отправляемся вниз ну я вернусь к записи как только мы придем в шерсти лапинск набрались мы до шерсти лапинска нужно наверное поделиться едой с грифом который решил что он не курьер возможно это поможет в будущем вот поделились мы с грифом ржач его зовут тяжелый ящик я постарался старайся лучше я скоро вернусь за следующим ах ты полетел и что ты собрался куда лететь собрался далеко какой здоровяк тут присутствует что у нас здесь мясо и лед как высоко полетел ничего себе я думал он упадет пока не упал да сюда очень много ресурсов нужно ну что ж куда дальше какой квест сделать белый ужас нас так и не посетил переданным приветов пока не получается сделать вышка ловушка довольно таки сложный квест я думаю но в целом можно попробовать его выполнить вот этот я пока не могу выполнить вот этот можно попробовать контроль толпы сделать квест чтобы поймать контрабанды джека нужно его выманить выманить его можно если полностью нагрузить телегу товарами сложно вдруг вдруг в беде не бросит капец да единственное что я могу сделать ну наверное предельный максимум вот это вот срочно помочь с постройкой в бездельске за ресурсами кстати шкуры я могу здесь купить шкуры по-моему где-то здесь продаются такие вот тут заброшенск тут пока недоступно куда-то лестница ведет а она ведет по-моему слепошарова что ли не помню уже а ну-ка зайдем в заброшенск может там что-нибудь появилось новенького и интересного да очень медленно получается делать квесты освободилось место для еды наконец-таки можно копить еду сейчас немножечко похилимся самую малость минус лучник противника этого копейщика надо выносить у него большой урон все хорошо заброшенск мне показалось или что тут что-то было здесь у нас телега мощная телега которая уже даже и не телега вовсе а почти совершенство очень хочется ее заполучить на телегу нужно телегу нужно починить с телегами ладно потом тогда в заброшенске у нас только телега и все значит он тот значок это был телега означал значок колеса такой вот похожий с этими противниками мы легко справляемся простенький свитки получаем здесь у нас ничего нового и интересного вроде шкура серого волка нужна посмотрю но похоже по крайней мере сейчас куплю и проверю 3 2 да оно теперь нужны очень много досок и инструменты обалдеть где мне столько всего взять ну доски понятно в лесопильске а вот инструменты где столько понабрать в старожевске пытаться копить партифинске тоже как вариант сейчас противники будут скорее всего сильные попробуем с ними справиться копим еду с этим я думаю легко можно будет справиться они ватные противники да у них большой урон вроде бы они ватные что сможем продать здесь мед хлеб рыбу продаем зерно тоже продадим чтобы репутацию улучшить по-моему это мы уже читали окей идем в бомжево волки кабаны нас встречают любезно ну пока тот белый волк белый ужас не хочет к нам в гости заходить кто такие волчий вожак серьезно я наверное чтоб не нервничать покушаю много здоровья удалось восстановить урон довольно таки большой у них выкашивают они быстро но они не такие жирные как медведи о это у нас торговец да а ну ка торговец я по-моему его уже побеждал как-то помнится мне я с ним ради эксперимента сражался вроде как я его побеждал неужели мне 11 грабить деймос и фобос передают привет хорошо ребята на выход я по-моему не того начал контрить копейщика вот этого законтрить хорошо этих двух мы убрали где мне получить такого рыцаря интересно и что мы передали только один привет обалдеть ну капец это очень долгий квест будет пилиться не будем я думаю тут проблем быть не должно вообще с этими крестьянами встретить 11 раз этого торговца и передать ему привет и каждый раз это очень долгий процесс можно конечно репутацию поднакопить так продолжаем наше путешествие за досками и за инструментом хорошо пройдем побыстрее идем дальше смотрим противники здесь должны быть слабенькие у нас груз не такой прям серьезный простенькие кабанчики волки простенькие на нас нападают ничего особенного сейчас закупимся досками и останутся у нас инструменты правда вот я досками закуплюсь 30 40 вот я закупился досками и теперь я даже не знаю противники будут очень мощные если мне лесорубы какие-нибудь попадутся идем тогда в Петушарово потом в Старожевск так вот пройдемся там я еще увидел в одном месте шкуры в Бездельске по-моему или в Бандитске Бандитске наверное о вожаки волчий вожак блин ну ладно я правда не знаю но наверное лучше покушать будем бить всех подряд будем бить кого получится пробить того получится вот так вот у нас уже минус наш танк все хорошо немножко еды получаем и вторые противники я думаю с ними не будет проблем правда тут дровосеки которые сейчас усиленные но нормально нормально продаем сейчас зерно обязательно вот так вот уровень получен что можем прокачать 3 очка вот эпическое блюдо 2 правый навык готовить сбитые яйца с медом изучаем еще два навыка нужно шанс 40% приготовить блюдо не потратив ингредиенты интересно и тут у нас легендарное блюдо 1 и легендарное блюдо 2 королевская паста и божественная шаверма вот к чему мы стремимся сейчас идем быстренько в Старожевск за инструментами посмотрим сколько там инструментов вообще продают хватит ли мне для выполнения квеста с этими мы разбираемся этот нам не нужен проходим мимо хорошо еще немножко ресурсов получаем и сейчас посмотрим сколько тут инструментов продается 4 по-моему мне как раз 4 и нужно для квеста да 4 штучки 1 2 продам две доски а куда мне нужно вообще идти предельный максимум в бездельск 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 у нас вот он мёд мёд купить в бездельск продать больше мы ничего купить не сможем можно в обычногорске сейчас мёд продать куплю еще мёд идем в обычногорск правда стоп нет я лучше переночую а потом пойду слишком уж мощные противники будут вот так 6 уже более-менее терпимо да много урона нам наносят борцы мощные ребята как бы там ни было продвигаемся дальше очень надеюсь что получится выполнить этот квест надо подхилиться так подхилимся самую малость окей справляемся получаем в награду еду заходим в обычногорск и сейчас мы посмотрим что тут можно продать да мёд всё-таки можно продать хорошо рыба хлеб нужен кому-нибудь хлеб по пути в бездельск нет не нужен я наверное мёд продам здесь тоже за за репутацию заработаю репутацию и продам рыбу чтобы у нас остались только ресурсы которые нам нужны для квеста в бездельске иначе дорога становится очень сильная очень мощная очень опасная такие здоровые ребята нас встречают хорошо еще что медведи не попались я не знаю что бы и дел против медведей получаем еду немножко совсем тут может быть много урона я тебя накормлю и тебя накормлю вот так это вот надо вынести все вынесли теперь урона от противников будет меньше много еды получаем хорошо так бы всегда ну здесь пока мы ничего продавать не будем у нас нет ничего нету идем в бездельск без проблем справляемся да кое-какой урон получаем но в целом без проблем выходит пройти наверное подхилюсь малость совсем минус арбалетчик нужно сделать как можно быстрее он наносит много урона слишком много вот так вот вроде противники на вид не сильные но повыносили мне здоровье добираемся мы до бездельска сейчас вот вот сюда нет не сюда куда нам нужно высыпать наши ресурсы вот сюда да так как после каждого долгого собрания жители освобождаются одновременно на всех туалетов не хватает что может привести к беде исправим ого сколько мы построили я ухожу удачи пошел по делам ну вот помогли мы жителям еще бы надо бы здесь вот эту еду приготовить в целом у меня уже есть возможность это готовить но это уже будет в следующей серии на этом все такая получилась серия всем хорошего настроения всем спасибо за внимание если наберется 50 лайков я обязательно выпущу продолжение пока